Сегодня 29 марта, зимая пшеница, сорт Гром, предшественник пар, норма высева 4 миллиона. Были моменты всхода здесь, были недружные, рваные, может быть процентов 60. На этом поле возимая ушла в фазу укущения и процентов 30-40 в фазу 2-3 листочков. В целом сорт неплохой, хороший сорт, мне он понравился, я с ним мало работал, обычно я работал с ольговской 4, с кипетром, бирюзой, ну и может быть еще с некоторыми сортами. Но Гром, он чувствуется, что потенциал в Громе выше, чем у льговской, хотя где-то рядом, но все же Гром по урожайности превосходит льговскую. И на Громе легче получить более высокий урожай, чем на льговской, хотя льговская также, я считаю, на льговскую считаю также хорошим сортом, стабильным и урожайным. Это поле было длительно закрыто снегом, то есть когда был возврат холодов, когда были морозы, можно сказать, что зимы были под покровом снега и остаются теперь более зелеными, в отличие от многих других сортов или полей, где поля были открыты и были не защищены. В целом, если брать пар, если брать историю, опыт, то очень редко, когда паровые участки давали, даже в неблагоприятные года, вот в Курской области, слабый урожай, очень редко бывало. То есть они всегда были в этом плане стабильны, эти участки паровые, любой пар абсолютно. Во-первых, здесь мы получили 60% кущения перед зимой. Это уже хороший старт для зимой пшеницы. Плюс здесь есть запас влаги, здесь есть запас элементов питания, все равно идет процесс минолизации почв. Ну, много преимуществ. Это не значит, что пар... Без пара просто нельзя. Просто это преимущество пара. И если брать Курскую область, то пар, может быть, ну так выстреливает раз в пять лет. Вот раз в пять лет, может быть, в шесть лет, когда, допустим, преимущество раскрывается над другим предшественником. Обычно все же в Курской области нет такой зависимости, ну, серьезной зависимости от предшественника. Ну, в плане, если это хороший предшественник, пускай это будет не паровой, это будет горох, соя, что прослеживается сильная зависимость. И урожай, допустим, если это будет паровой предшественник, соя или горох будет значительно... Ну, то есть разница будет большая в пользу пара. Обычно, даже если брать средний год, разницы-то особо и нет. То есть есть такой момент. Может быть, не те сорта сеем по парам, хотя пробовали сеять, даже был такой сорт инодор, и он все равно особо не отличился от ни паровых предшественников. Поэтому все относительно. Льговская, помню, вот в этих же местах, на этих же землях была посеяна по парам. Тогда год сам по себе был благоприятный, дала в пределах... Вообще весь этот массив, средняя урожайность была 81 центнер, где-то тысяча гектар здесь была. Но были участки, которые подходили или близко к 100 центнерам, либо чуть-чуть даже превышали. Ну, это был один год такой, это был 14-й год. Льговскую пока еще ни один сорт не, можно сказать, не превзошел. Может быть, гром на парах. Конечно, посевы тогда здесь, Льговская четвертая, они практически все легли. Это вот один из минусов Льговской четвертой, что она неустойчива к полиганию. Но это все можно регулировать и контролировать. Это не самая большая проблема. Но и потенциал, вот если брать средние годы, конечно, у Льговской чуть ниже, чем у Грома. Но, опять же, кто как работает. Все же, когда ты выбираешь самые лучшие предшественники или относительно лучшие предшественники, бобовые, а, как правило, если сравнивать зерновой предшественник, ну, ту же пшеницу и горох, то, как правило, зерновые предшественники дают урожай. То есть, азимы, посеянные по зерновым, или даже яровые, на тонну меньше, как правило. В всяком случае, по яровым эту тенденцию я заметил. По азимам это не всегда так получается, но тоже присутствует. Вот здесь уже больше сортовые особенности. Насколько сама азимая пшеница, сорт азимой пшеницы способен с собой справиться. Насколько она может, допустим, ее можно сеять тоже азимый. Сорт с какой-нибудь азимой пшеницы сеять. По-любому пришли. Допустим, Алексеич по ячменю, помню, мы сеяли. Но ячмень я не могу назвать совсем плохим предшественником. Именно в данном регионе, по той причине, что слишком большое окно. Окно между уборкой и севом азимой. То есть, можно все сделать для того, чтобы нивелировать проблемы предшественника. То есть, солому, падалицу, все убрать. В основном, проблемы, конечно, больше связаны с падалицей и с пожневными остатками. То есть, урожай был на уровне пара. Мне это самого удивило. Но почему пар на тот момент провалился в опытах? Потому что все же наблюдалось полегание на паровых участках. И не наблюдалось полегание на непаровом участке именно предшественники ячмень. Поэтому для яровой пшеницы я вижу тенденцию, что сея яровую пшеницу, по яровой пшенице, по азимой, урожай снижается где-то на тонну. Как правило. По азимой это нестабильно, но в связи с какими-нибудь вот такими вот моментами, связанные с падалицей, связанные с пожневными остатками, такое может быть. Азимая пшеница, сорт Гром. Азимые здесь хорошие. То есть, оценка вот так вот на взгляд хорошие. Ожидания. Ожидания тоже хорошие. Причем ожидания качественные. То есть, здесь сделано все для того, чтобы получить на этом участке хорошее урожай. Ну, я имею в виду пока в плане того, что здесь был пар, здесь мы получили всходы, здесь 60% фаза кущения. То есть, много плюсиков. Плюсиков.